Вечер в эфире «Вести» Карачаева-Черкесия в студии. Ярослав Чекланов, смотрите в нашем выпуске. Сегодня в формате видеоконференц-связи и под председательством спикера Александра Иванова прошла внеочередная 11-я сессия парламента Карачаева-Черкесии. На повестке было три вопроса. Так рассмотрели проекты законов Карачаева-Черкесии о мерах социальной поддержки многодетных семей и семей, в которой один или оба родителя являются инвалидами. Ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно и на деление органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. В результате этих изменений гораздо большее число семей, попавших в сложную ситуацию в связи с пандемией, получит право на поддержку от государства в виде денежных выплат. Парламентарии также внесли изменения в нормативно-правовой акт, суть которого состоит в следующем. Медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19, при условии, что они признаны нуждающимся, а в улучшении жилищных условий будут выделены земельные участки бесплатно и в первоочередном порядке. В отдельный реестр будут включены медики, имеющие трех и более детей. Рассмотрели также вопрос кадрового характера и касающийся государственных гражданских должностей. Пострадавшему от ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, бизнесу спишут квартальные налоги. И об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая. Подробнее о новых мерах поддержки бизнеса в репортаже Руслана Джукаева. Пандемия коронавируса сильно отразилась на предпринимателях малого и среднего сегмента экономики не только в нашей республике, но и по всей стране. Президент страны Владимир Путин предложил полностью списать налоги и взносы за второй квартал 2020 года. Кроме того, самозанятым вернут налог на профессиональный доход, выплаченный в 2019 году. Воспользоваться этой мерой смогут более полутора миллиона предприятий. На мой взгляд, одной из эффективных мер на данный момент является списание налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года для предпринимателей из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Мне кажется, что данная поддержка действительно очень поможет предпринимателям, так как у них сейчас тяжелое время и не у всех есть даже средства для выплат заработной платы своим сотрудникам. А отмена данных выплат поможет им не влезть в долги, либо совсем закрыться. Наибольшее количество занятых находится в сфере обслуживания, а это малый и средний бизнес, который сейчас несет потери из-за ограничений своей деятельности и нарушения производственной цепочки. Таким образом, большое количество людей лишились своего дохода. Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания Карачаева-Черкесии Сапар Бьеркенов отметил, что предложенные меры должны благоприятно отразиться на восстановлении бизнеса, пострадавшего от пандемии. После окончания пандемии малому и среднему бизнесу не удастся быстро восстановиться. Поэтому президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Социально ориентированные НКО в условиях пандемии коронавируса теперь получат помощь как малый и средний бизнес. В частности, индивидуальным предпринимателям снизили фискальную нагрузку. Также Сапар Бьеркенов подчеркнул, что помимо возвращения выплаченных налогов за 2019 год, предвидится выплата налогового капитала. Все это – действующие меры помощи от государства, которые, несомненно, станут под спорем многим гражданам нашей страны в сложившихся условиях. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня начальник главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Владимир Кий представил исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по Крачаево-Черкесии Александра Галакаленко, назначенного на эту должность приказом федерального министра Евгения Зиничева. Александр Федорович родился в станице Старожевой. До назначения служил в Ставропольском крае. На встрече обсудили ряд совместных задач ведомства и органов власти республики в сфере профилактики и ликвидации последствий потенциальных ЧАЭС. Особое внимание уделили работе подразделений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Рашид Имрезов передал слова благодарности Евгению Зиничеву за решение направить в республику сотрудников Донского спасцентра, которые проводят дезинфекцию общественных территорий. В борьбу с коронавирусом с масштабным размахом в населенных пунктах Карачаево-Черкесии проходит тотальная дезинфекция с использованием спецтехники и дезинфицирующих средств в качестве оружия против грозного врага. На одной такой операции побывала и наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Специализированное подразделение Донского спасательного центра МЧС России вот уже несколько дней работает на территории Карачаева-Черкесии. Они проводят специальную обработку мест массового скопления социально значимых объектов, медицинских учреждений и дорог. Сегодняшняя их локация – Малокарачаевский район, село Красный Курган. В Краснокурганская участковая больница в список объектов с тотальной дезинфекцией попала не случайно. Именно здесь с положительным тестом на наличие коронавируса оказались сразу несколько медиков, которые вели прием больных. Я считаю, что крайне важно провести эти мероприятия, дезинфицировать, чтобы когда мы вернемся в нормальное русло, когда закончится карантин, русло работы, когда закончится карантин, чтобы люди могли безопасно приходить и получать медицинские услуги. Санитарно-дезинфекционная обработка сегодня успешно применяется в целях предотвращения распространения COVID-19. Сертифицированным специальным раствором на основе хлороактивных веществ обрабатывают все контактные поверхности. Дезинфекторы работают в специальных защитных костюмах и масках. Из-за отсутствия специальной экипировки в целях безопасности, к сожалению, мы не можем зайти внутрь, чтобы вам показать, как там происходит внутренняя обработка помещения. Но, как нас верили специалисты, там ни один сантиметр не останется необработанным. Участковая больница оказалась первой в списке объектов в Красном Кургане. В течение дня подразделение Донского спасательного центра МЧС России проведет специальную обработку еще в нескольких социально значимых местах. В соответствии с приказами МЧС России проводится определенная работа на территории Карачаева Черкесской Республики по дезинфекции объектов. 12 числа сегодня, в частности, они работают в нашем районе. Дезинфекции подлежат 8 объектов. Это больница, центральная районная больница, детская площадка, пенсионный фонд, центр занятости, далее автостоянка. Для села с количеством населения почти в 5000 человек такие превентивные меры актуальны и необходимы. Татьяна Дорова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11, днем 23-28, выше нуля. А в горах ночью до нуля, а днем 13-18, со знаком плюс. В Черкесии ночью плюс 9, плюс 11, днем 26-28 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Как в республике развивается ситуация с коронавирусом? На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 заболело 588 человек в республике, 126 выздоровели, трое скончались. В госпиталях, в инфекционных госпиталях, организованных для лечения больных COVID-инфекцией, в настоящее время находится 279 пациентов. Есть определенные показания для госпитализации в стационары, задаются вопросы, кто подлежит госпитализации, поэтому у нас есть четкая маршрутизация, в соответствии с этой маршрутизацией больные госпитализируются. На сегодняшний день свободные места в госпиталях есть, проблем с госпитализацией у нас нет. Единственное, идет одновременный поток, чтобы разграничить эти потоки между госпиталями, в случае госпитализации согласовывается. Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» в очередной раз в рамках акции «Спасибо врачам» оказало благотворительную помощь медикам. Это те люди, которые работают с инфекцированными больными в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Альбина Ланкова с подробностями. Продуктовые наборы и фрукты привезли в рамках акции «Спасибо врачам» для медработников, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом. Их изолируют от родных и создают все необходимые условия. В этой гостинице их проживает 100 человек. На сегодня в рамках акции «Спасибо врачам» подготовили 230 соцпакетов. Они предназначены для медработников, которых после смены разместили в трех гостиницах. Работают они вахтовым методом по шесть часов. Начальник Северного госпиталя для коронавирусных больных выразил благодарность за поддержку и вместе с тем отметил, что медики достойно справляются со своей работой. Физически они своей профессией отдаются 100%. И морально, благодаря таким акциям, благодаря волонтерам, благодаря «Единой России», они духовно восстанавливаются. Процесс передачи набора волонтерами осуществляется при соблюдении всех мер предосторожности. Их оставляют в холле здания. Волонтеры ни с кем не контактируют. Руководители регионального исполнительного комитета Карачаева-Черкесского отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев отметил, что у медиков, которые каждый день помогают заболевшим, сегодня колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Спасая других, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Работая в таком тяжелом режиме, их труд переоценить невозможно. А для того, чтобы поддержать врачей, они вместе с единомышленниками периодически проводят акции. Эта акция, в ней приняли участие все партийцы. Это депутаты парламента фракции «Единая Россия», депутаты районных советов, депутаты сельсоветов. Это члены правительства, партийцы и сторонники партии. Это просто люди, которые захотели в этом принять участие. Мы все дружно сегодня им говорим. Вот это важное словосочетание «Спасибо врачам». Продуктовые наборы состоят из чая, кофе, печенья, шоколадных конфет и фруктов. Питьевая и сладкая вода более 2000 бутылок была предоставлена крупной компанией. Организаторы акции «Спасибо врачам» отметили, что это не разовая помощь. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Всегда в нелегкие времена человеку на помощь приходило искусство. И сейчас, в период пандемии коронавируса, люди искусства пытаются украсить нашу жизнь. Певцы и поэты дарят свое творчество с электронных площадок. Вот и Республиканский черкесский драматический театр не остался в стороне. В режиме самоизоляции артисты театра активно общаются со своими зрителями в режиме онлайн. Как именно, об этом расскажет Белла Жизаева. Директора Черкесского театра Дину Акову мы застали участвующей в режиме видеоконференции с театральным педагогом ГИТИСа. С самого начала режима самоизоляции был объявлен театральный флешмоб, в котором приняли участие как артисты наших театров, так и люди, имеющие отношение к театральному искусству, проживающие за пределами республики. Театральное сообщество попросило преподавателей ГИТИСа принять в нем участие. И лучшие театральные педагоги страны откликнулись на это предложение. Каждый день профессиональные актеры Черкесского театра обучаются по программе «16 часов» и учатся по трем дисциплинам – актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение. Для наших артистов это очень хороший шанс, который выдался в пору самоизоляции. Они очень рады, загорелись. Обучение проходит каждый день по несколько часов. Несколько преподавателей проводят это обучение. По итогу они сдают зачеты и получают удостоверение о том, что они прошли такое онлайн-обучение. Но и все-таки главное сейчас в работе Черкесского театра – это не обучение в ГИТИСе профессиональных артистов, а работа со своим зрителем. Каждый актер у себя дома записывает песни, стихи, басни, сказки для детей и выносит это на суд своих зрителей с электронных площадок. Надо отметить, что при театре уже более года действует детская театральная студия. Здесь дети обучаются по всем театральным направлениям. На данный момент и они проводят свою работу с педагогом в режиме онлайн. Вот эта временная самоизоляция, которая идет в данный момент, дала, наверное, все-таки какие-то возможности и нашим артистам, которые могли не случиться, например, в отсутствии этой самоизоляции. Нам, артистам, было что-то предложено нашему театру, мы смогли что-то уже предложить нашим зрителям. Но все в режиме, конечно, онлайн. Несмотря на нынешние трудности, руководство театра не отменяет планов. И все же директор театра надеется, что этот этап закончится и зрители смогут насладиться живым общением со своими любимыми артистами. А они, в свою очередь, как всегда, будут радовать их и ждать новых аплодисментов. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Родительское право». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова